Два убийства, один сценарий. Обоих таксистов с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в лесу с интервалом меньше месяца. В первом случае автомобиль погибшего нашли полностью обгоревшим в нескольких километрах от тела. Во втором случае машина была недалеко от места убийства. За сутки оперативникам удалось выйти на след четверых подозреваемых и через несколько дней всех их задержали. Злодеями выявились ранее судами 28-летний, 29-летний, 33-летний и неповнолетний 17-летний житель Белоклейского района. Выяснилось, что водителей такси компания убивала с одной целью. Им хотелось покататься на автомобиле. Действовали по одному сценарию. Двое вызывали такси, еще двух приятелей подбирали по дороге и выезжали за город. В безлюдном месте таксиста просили остановиться. Дальше, судя по рассказу одного из задержанных, у жертвы уже не было шанса. Я нанес первый удар в плечо, второй куда-то сюда, но он вроде вот так захватил и убежал вместе с ножом. Но где-то нож выпил. Ну все, остальные побежали за ним. Но когда я подбежал, ну там уже, ну короче, не живой был. После учения первого убийства злодеи, еще який сейчас катался на автобусе вбитого 31-го речного водителя, а чтобы достаточно позбудиться следов злочину, спалили позже машину в лесосмузи на территории района. Во втором случае события развивались точно так же до того момента, пока один из молодчиков не сел за руль автомобиля убитого. Но машина не завелась. После нескольких неудачных попыток сдвинуть автомобиль с места, злоумышленники скрылись с места преступления. Во время следственного эксперимента задержанные демонстрировали, как именно они действовали. Куда с вами? Вкажите в область, чего вы сами наносите. Вблизительно. И только сюда, в существенное дело. Сейчас следователи выясняют, кто был инициатором нападений, кто из задержанных какую роль сыграл в каждом из убийств. У одного из погибших водителей такси осталось двое маленьких детей. Задержанным инкриминируют преступления, предусмотренные двумя статьями Уголовного кодекса. Умышленное убийство и угон автомобиля. Галина Шподарева, Агентство телевидения Новости.